После того, как 20-й век Фокс целиком и полностью со всеми потрохами перешел в собственность компании Дисней, наверное, ни один из его проектов так не волновал зрителей, как Дэдпул. Еще бы, ведь фильмы о красном супергерое не только стали очень популярными во всем мире, не только заработали кучу денег, но еще и показали, что альтернативный подход к данной тематике, резко отличающийся от всего того, что делают Марвел или DC, тоже может добиваться огромного успеха. Поэтому, когда стало ясно, что боссы Диснея не спешат продолжать историю Дэдпула, миллионы его поклонников разом приуныли. И вот, наконец-то, у нас есть очень крутые и очень радостные новости. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Итак, мы уже ранее поняли, что Кевин Файги не спешит браться за третьего Дэдпула. Об этом свидетельствовало полное отсутствие хоть каких-то новостей по фильму, да и сам автор комикса Роб Лайфилд и исполнитель главной роли Райан Райнольдс в один голос жаловались, что Марвел тормозит с разработкой триквела. Помимо прочего, кстати, причиной подобной ситуации было еще и то, что, как мы все прекрасно знаем, Дисней позиционирует себя как семейная компания. Примерно то же самое делает и их подразделение студия Марвел. А какая, скажите на милость, к черту может быть семейность в первых фильмах о Дэдпуле, с их рейтингом R, пошлыми шуточками, обилием жести и прочего. Поэтому для Мышиного дома третья часть стала камнем преткновения и неразрешимым вопросом о том, как продолжить успешную стратегию первых фильмов, но при этом сделать все это ласково и по-семейному. По-моему, ответ здесь очевиден – никак. Вот дело и зашло в тупик. До последнего времени, потому что только вчера ресурс комик-бук поделился потрясающей информацией. Со ссылкой на известного инсайдера Дэниела Ричмана нам сообщают, что Марвел наконец решились. Более того, планы у студии просто грандиозные, так как прямо сейчас ведутся переговоры о том, чтобы сделать исполнителя роли Уэйда Уилсона Райана Райнольдса самым высокооплачиваемым актером MCU и предложить ему самый крупный контракт за всю историю студии. По инсайдерской информации, данный контракт будет включать в себя сразу несколько фильмов, так что в Марвел наконец решили, что они будут делать с Дэдпулом. Ну а для сравнения и понимания, за последние фильмы в MCU с Робертом Дауни-младшим было подписано соглашение, которое сделало звезду богаче на 150 миллионов долларов. Следовательно говоря о Райнольдсе, сделка с ним должна быть еще более крупной, что само по себе дает понять. Дисней и Марвел готовят Дэдпулу большое будущее, иначе такие деньжищи, разумеется, никто бы Райнольдсу не платил. Кстати говоря, автор комиксов Роб Лайфилд недавно косвенно подтвердил данные новости, написав у себя в твиттере, цитирую, «Послушайте, все это означает, что Файги наконец-то пришел в себя и сдался, как и должно было быть давно. Надеюсь, это правда. Райан в роли Дэдпула – убедительная вещь на все более хрупком, развлекательном полотне». Так что, как видите, создатель Дэдпула, так же, как и все мы, надеется на лучшее. Но раз мы уже заговорили о будущем этого персонажа в Марвел, ранее обсуждалось на уровне слухов несколько возможностей того, как именно Дэдпул может вписаться в мир MCU. И одна из самых вероятных версий была сделать третью часть гораздо менее жестким фильмом с рейтингом PG-13 и адаптировать Красного под общий знаменатель всей политики студии, из которой пока что он явно выбивается. Понятно, что подобные перспективы, уверен, не обрадуют никого из поклонников Дэдпула, да и самого Райнольдса, наверное, тоже. Так что, несмотря на огромные деньги, руководство студии должно предложить актеру и что-то еще, что-то интересное и перспективное для этого персонажа, чтобы Райан согласился. Ведь в этом году он и так стал вторым среди самых богатых актеров в мире, так что одними только деньгами Райнольдса вряд ли удастся завлечь. А значит, возможно, вскоре произойдет то, чего ранее еще никогда не было. Дисней начнет создавать свой первый фильм с рейтингом R, что само по себе будет являться чуть ли не революцией для Мышиного дома. В общем, Дэдпул может, как мне кажется, кардинально изменить весь подход не только Marvel, но и Дисней, дав понять, что рамки давно уже пора расширить. И не держаться так судорожно за свою пресловутую семейность. Все это более чем интригующе, но, увы, пока что информации у нас слишком мало, поэтому продолжаем следить и ждать. Ну а вы прямо сейчас ставьте лайки, делитесь этим видосом, ну и пишите, что думаете в комментариях под этим видео. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok